Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 13 мая, день апостола Иакова, назван в честь святого апостола Иакова Зеведеева. Святой Иаков, сын Зеведеев и брат святого евангелиста Иоанна Богослова, был одним из двенадцати апостолов, избранных Господом, ученики себе из простых рыбарей. Иакову Зеведееву, Иоанну, а также апостолу Петру, Господь преимущественно перед всеми другими апостолами открывал свои божественные свойства и свои тайны, когда пожелал показать славу своего божества. Если в этот день предстояла дальняя дорога, то надо было искупаться в воде из растаявшего мартовского снега. Это служило своеобразным оберегом, потому что считалось, что с этого дня на чужой стороне бродят весенние болезни, и только мартовская вода поможет от них защититься. Существовало поверье, что болезни запираются в снежные горы и находятся там до оттепелей. И как только солнце отогревает землю, а снег таял, весенние лихорадки разбегались по свету и нападали на неосторожных людей. А вода из мартовского снега служила защитой. В месяц май предпочитали не жениться. Существовала поговорка. В мае женишься, всю жизнь маяться будешь. И наши предки всегда следовали данному правилу. Приметы. Из березы много сока течет, много будет летних дождей. Если в канун Иакова дня ночь стояла теплая и звездная, жди урожай. Ясный восход солнца прогрещал жаркое сухое лето. Десятые лунные сутки. Так уж принято считать, что в эти лунные сутки устанавливается причинно-следственная, то есть кармическая связь между миром живущих людей и их предков в ином. В целом этот день весьма благоприятен для укрепления родовых традиций. Поэтому соберитесь с широким семейным кругом, за хорошо накрытым столом и в веселой беседе повспоминайте своих ушедших родственников. Ведь память о них самая лучшая, что вы можете для них сделать. Дети, внуки, видя такое отношение, будут более уважительно относиться к вам и поймут, что такое родовая традиция. Постарайтесь в этот день меньше работать и физически трудиться. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok